На Болткоме разворот! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Внезапно, внезапно разворот, воскресный разворот студии Леонора Рузвельт. Олег Пекан. И мы приветствуем наших гостей. Сегодня у нас в студии Гарри Харламов, Дэми Скорибидис, ХБД-шоу. Настоящие знаменитые комедианты, юмористы, представители комеди-клаба, как мы знаем по многолетней истории. И кое-что еще мы знаем про наших сегодняшних гостей. Какое счастье вас видеть. Спасибо, что приехали. Здравствуйте, здравствуйте. Прекажите, но вот сегодня ХБД-шоу в каких отношениях ХБД относится к комедии? Что за буквы, простите, поясните ради бога. Все очень просто. На самом деле, Х это Харламов, Б это Бутрудинов, а Дэй это Дэмис. Корибидис, правда, по логике должно было быть К. Вообще, все, что я, если можно, чуть-чуть перебью, все, что вы видите на афише, это все работа Гаррика Харламова. Как спросили, как назовем концерт? Мы в городе, почему? Ну, мы в городе, вот так. Вот так и назвали. А сразу, кто это мы? Кто в таком мире в городе? Мы это мы. Дело в том, что... Автора все расскажут. Да, существует общий концерт Камеди Клаба, где присутствуют все резиденты. Это же такой спин-офф, как сейчас принято говорить, да? Как вот от сериала берут персонаж и про него делают отдельный сериал. Вот у нас ровно тот же самый момент. То есть, у нас накопился материал, который мы хотим показать, о-первых, сегодня в Риге. И вчера был в Таллине замечательный концерт, на мой взгляд. Был такой очень хороший, теплый. Да, большое спасибо таллинскому зрителю. На самом деле, вообще, очень-очень теплый, классный концерт получился. Будем надеяться, что здесь будет так же, да. Естественно, и здесь будет очень хороший концерт. Так что мы сейчас двигаемся в рамках нашего такого европейского тура, если так можно назвать. Это Таллинн, сегодня Рига, послезавтра Вильнюс, Минск. В общем, мы едем. Мы вас видели в прошлом году, в позапрошлом году у нас в Юрмаре. И вот теперь как нож в сердце. Вот смотрим ваши инстаграммы, значит, вы там в Сочи, неделя высокого юмора. Боже мой. Но тем не менее, вы сюда приехали. Вот Путин знает, что вы как бы так нарушили санкции. Я вам открою секрет. Путин знает все. Это первое. А я как продюсер этого фестиваля, который проходит у нас теперь в Сочи, хочу вам сказать, что тут дело исключительно в невозможности канала снимать за границей в связи с санкциями. Это чтобы понятно было. А так это кочующий фестиваль, он может еще не раз и сюда приедет, и в Таллинн съездит, и на дачу к Карламу. Что касается, да, там... А дача есть уж наверняка теперь. А дача есть, слава богу, да. Что касается санкций, мы все-таки аполитичный и достаточно такой народ. Все-таки юмор, он, наверное, и должен быть таковым. И я не думаю, почему люди должны там страдать от того, что там какие-то санкции и не санкции. Мы приехали со своей программой повеселить людей, поэтому, слава богу, нас пустили. Но, тем не менее, шпроты продолжаете есть? Вообще, от как отражаются санкции на простых россиян? Ну, вот сюда приезжаем, есть шпроты. Мы только из-за этого придумали концерт, чтобы приехать поесть шпроты. Кто кушает в жизни много шпрот, тому очень везет в азартных играх и жизни. Латвийские, да, поговорки это? Да, да. И сразу, а к юмору... Говоря, может быть, о поговорках, вот у вас огромное количество... Есть уже такие, можно сказать, тренды, такие сериалы, скетчи, в частности, про переводчика, где, ну, вот обыгрывается английский, русский. Насколько действительно богат русский язык? Что вот... Сколько еще хватает этих идиом, которые невозможно перевести на английский язык? Да, честно вам скажу, что если уж говорить про язык, то это безграничный совершенно момент, потому что все-таки такой очень насыщенный. У меня был момент, я думал, что в какой-то момент наступает такая мысль, что кажется, что мы пошутили уже над всем и уже просто невозможно шутить. Все закончилось. Все, нету тем, потому что ну, они каждый раз, ну, сколько, уже, там, 10 лет в эфире, или уже 11, да, ну, а к самому движению комедии уже около, там, 14 лет, каждый, там, день шутить над чем-то, это сложно, ну, правда, сложно. Выпускать еженедельную передачу, я бы сказал, на самом деле, по плотности юмора очень сложно, но при этом, как видите, из-за того, что комедии двигается вперед, видимо, и это в том числе имеет Гарри. Все, вы поняли, Петросяна, да, жизнь двигается, и мы меняемся. Жизнь покидывает всегда какие-то темы, на которыми всегда вот хочется пошутить, и это у нас вот как-то вот так выходит. Ну, вообще, вот эти темы, говоря о том, что легче или тяжелее шутить, когда, ну, вот, скажем, потихонечку в обществе завинчиваются какие-то гайки, то есть считается, что чем более, ну, вот, в советское время достаточно было, там, сказать, там, дорогие товарищи, там все начинали смеяться, потому что все понимали, там, кого, какой-то... Количество юмора, предвосхищаю ваш вопрос, количество юмора было меньше тогда, а сейчас его намного больше, и конкуренция выше, и смейся не хочу на любом канале, вот, и поэтому это только движение вперед благодаря этому происходит. А качество стало выше, или, в смысле, было выше, или так кажется, что вот знаменитые эти шутки, какие-то цитаты, многолетние репризы достигали детских высот, или просто сейчас действительно поменялось, и уже не смешно? Очень такой очень сложный вопрос о качестве юмора, то есть, условно говоря, понимаете, скажем так, юмор же это очень такое эфемерное понятие, да, у кого-то, кому-то смешно одно, кому-то другое, я вам там расскажу шутку в одном городе, она чуть ли не стоя аплодирует, эта же шутка через, там, два дня в другом городе практически в тишину. Это очень субъективный момент, поэтому кому-то кажется, вот это, там, юмор эталонный, кому-то кажется, что это ниже пояса и так далее. Поэтому я считаю, что нет плохого юмора. Существует юмор, когда тебе смешно, если тебе смешно, значит, шутка удалась, значит, она хорошая, значит, она высокого полета, или как ее можно назвать еще. Если не смешно, значит, значит, это не смешно. Вот и все. Либо кто-то очень плохо старается. Да, это правда. Но это единственный критерий, то есть я не понимаю, что такое высокий юмор, или там привилегированный юмор, что это такое. То есть, это, конечно, за рамки такие. Ну, при этом надо сказать, что мы опять же все равно мы шутим над тем, что нам смешно. Это в первую очередь, конечно. и как мы видим, это не только нам смешно, это еще кому-то смешно. А ругать, ругать юмор, это самое плохое дело. Это, ну, либо тебе смешно, как Гарик сказал, либо не смешно, либо ты чувствуешь это, либо не чувствуешь. Поэтому. А как вы относитесь к тому, что ваши, может быть, шутки воспринимают слишком серьезно? Совершенно реальная история. У меня друзья в ленте, на фейсбуке, веганы, которые, вот увидев, вырезали кусок из вашей репризы про ресторан с русской кухней. Вот смотрите, даже комедии уже поняли, вред мяса. То есть, вот посмотрите, они говорят, что вот... Я не приветствую, да? Я не приветствую. Ну, смешно, что даже комедии в последней инстанции. Есть очень точный ответ на этот вопрос. Это если вы возьмете ленту инстаграма, да, допустим, там под каждой фотографией есть очень много комментариев. И они настолько разные, что они ругающие, и критикующие, и реклама в том числе. Там постоянно предлагают зайти на сайт, заработать тысячу долларов. Для чего они это делают? Они пользуются этой фотографией, которую выкладывает Харламов, и рекламируют детские памперсы. Но вообще, я бы не рекомендовал воспринимать серьезно все, что мы говорим в рамках телепередачи. Это бессмысленно. Большинство... Мы сами не отдаем себе отчет в том, что мы говорим. Дмитрий, у меня к вам вот персональный вопрос. Как вам удается выучить огромные массивы текстов? Скажем, вот в миниатюре я выучил, то есть там вот, что вы говорите по-гречески? Действительно ли это Геродук? В знаменитой сцене про проститутку или в какой-то... Нет, это вот... Я понял, о чем вы говорите. Да, там просто длинный, длинный монолог из Геродота на греческом. Ну, это и не дословный текст Геродота, естественно, но весь текст на греческом, естественно. Но я не поленился посмотреть 17-е слово по второму логею. Это не адъютант. Вы знаете, для этого и создана эта миниатюра, чтобы проверить, то ли я делаю или не то, или то ли я делаю. Ну, видите, чем больше людей проверили слово правильно, тем, видите, культуру массы там все-таки несем, понимаете? Я дичайше боюсь не успеть задать вопрос. Я все-таки женщина. Где Б? Он приехал в город. Б здесь, все с ним в порядке, все с ним хорошо. Дело в том, что у нас случился маленький казус. Придумывать мы ничего не будем, я скажу, как есть. Он заказал в ресторане поесть, ему до сих пор не принесли, поэтому мы приехали от Дуваса. Станимов очень долго несут еду. Ну, мы такие, ты староможенные. Ну, это даже не, просто я вам говорю, как есть, чтобы не говорить, что устал. Нет, он действительно в ресторане ждет свой борщ. А что ж борщи не варят? Нет, лучше он поест плотненько, чтобы он на концерте был довольный и сытый. Да, я думаю, проблема именно в том, что он заказал, а не в том, что долго несут. Он заказал пельмени, водку, борщ. Ну, а воспользовавшись его отсутствием, может быть, вы выдадите тайну, свободно ли его все-таки сердце, насколько... Неужели невеста? неужели все это... Как пишет веса? Действительно, женщина с красивой фамилией, ошеломительная молодая красотка. Мы все расширены. Я, не холостяка, я поэтому не знаю вообще ничего. Я смотрел всего холостяка, потому что, ну, как не смотреть, надо же поддержать. Но не уполномочен, так сказать, за него отвечать. Тем более, что на данный момент я не... Да говори, какая мама, говори, признайся. Я не знаю. И я не знаю. Да вы все видели, вы подтвердите просто. Не более... Секрите это все. Нет, если вы все видели, зачем вы у нас спрашиваете? Вы думаете, мы что-то больше знаем? Ну, тогда еще вопрос, вы знаете больше. С интернами-то что? Мы же видели в Инстаграме фотографию. Интернная закончилась, как проект. Вот недавно была так называемая шапка, то есть закрытие проекта. Все, конец. Мне позавчера даже сказали, что официально сожгли декорации интернов. Очень символично все это сделали и прощались с интернами очень. Ну, это один из лучших сериалов, который был на нашем телевидении. что можно сказать курицу, которая режет золотые яйца? Ну, дело в том, что всему приходит какой-то логический конец, и он, наверное, должен был прийти. Все-таки они отыграли сколько? Шесть сезонов, это шесть лет. И для сериала это очень большая жизнь. И правильно сделали, что закончили, чтобы уже это не превратилось в какое-то мыло, которое людям уже просто всем обрыдло, как Санта-Барбара в свое время. Миллион, миллиард серий. Я до конца досмотрел Санта-Барбара. Ты единственный парень человек. А, у нас двое. Олег. Познакомьтесь, ходите в клуб, отметьте это дело. Не чувствуйтесь, не чувствуйтесь они таким, как все. В общем, они закончили, я считаю, правильной ноте, и все ребята в этом сериале стали достаточно популярны, и сейчас мы будем видеть их в других проектах. А Кристина в последнем сезоне не вернулась, не намекните спойлер. Появлялась ли, нет? Насколько я помню, нет, потому что она снималась в «Азорь здесь тихий» в этот момент. Да, никакого тотального, как в «Докторе Хаоса» подчисления. я вам скажу, потрясающая работа «Азорь здесь тихий», про которую говорит Гарик, это что-то вообще нереально крутое. Мы просто не показывали это. Это фильм, художественный фильм по известному произведению, в общем-то, почему-то многие называют его ремейком, хотя это неправильное слово, это экранизация. Повторная экранизация. Повторная, но точно так же, как Ромео и Джульетта военная драма, в общем-то. А когда мы сможем увидеть, неизвестно. Ну, в России это уже все дело прошло, я не знаю, когда это... А сбылась ли ваша мечта, попали ли вы на шоу к Познам? Потому что я видел свои глотары, когда вы задавали вопрос. Это было, да, совершенно случайно. Я же здесь сходил к нему на его вот эту вот историю. Нет, вы знаете, до сих пор жду. До сих пор жду. Да, так что... Ты хочешь попасть к Познаму? Нет, здесь была история, я был в Риге на его концерте, и я вышел к микрофону и спросил. Я говорю, дело в том, что вы в одной из передач вы сказали, что приглашаете к себе в передачу только тех людей, которые вам интересны. Я говорю, когда я стану вам интересен? И до сих пор жду приглашения. Уже нам показывают, что нужно завершать скоро концерт. Последний вопрос. И какой у вас вот есть ли номер, который можно назвать «Отель Калифорнии», вот без которого вы все-таки не уходите со сцены, который обязательно должен присутствовать? Ну, от какого-то конкретного номера у нас выделить сложно, потому что у нас такая программа достаточно обильная, обширная. И, ну, наверное, вот новый номер, который... Вообще, чем новее юмор, тем он нам ближе интереснее. Чем свежее, да. Да, потому что замыленные истории, которые знают, допустим, большинство людей, нам самим становится уже не смешно. А когда самому не смешно, то и зрителю не смешно. Именно по этой причине у нас концерт, который вы сегодня увидите, ну, кто увидит, он практически процентов на 60 состоит из импровизации, поэтому и нам самим весело концерт не похож на друг друга. То есть вчера в Таллине был прекрасный концерт, потому что публика была такая, и все хотели веселиться, и мы веселились на сцене. И думаю, сегодня будет не хуже, потому что уж знаем мы рижскую публику. Да, и чем отличается у нас действительно концерт от все-таки просмотра телепередачи, что очень важно, чтобы это была разница. Это, во-первых, живое общение с публикой, которое приходит, мы обязательно общаемся с людьми, и некая такая дозволенность разных ёрнических... Не приходите детей просто на наши концерты, это отвратительные концерты, не на водитель. Каждый раз, когда мы увидим ребенка, нам безумно жалко за его годы. Будут ли песни, песни будут ли песни? Песни будут обязательно. Обязательно будут и песни, и пляски, и все уйдут довольные, и счастливые, не сомневайтесь. Спасибо огромное. 15 часов, спасибо. Продолжение следует...